В ночь на 31 июля в Тегеране были убиты лидер политического крыла террористической группировки «Хамас» Исмаил Хания и его телохранитель. The New York Times и Daily Telegraph, ссылаясь на источники, написали, что они погибли от подрыва бомбы, которая была заранее установлена в гостиничном номере. Другие СМИ сообщили о ракетном ударе, а власти Ирана заявили, что Ханию убили снарядом малой дальности. Глава политбюро «Хамас» несет персональную ответственность за организацию нападения на Израиль, уверены в Тель-Авиве. В ликвидации Хании «Хамас» и Иран обвинили Израиль. Верховный лидер Ирана Аятоа Али Хаминея отдал приказ нанести прямой удар по Израилю, сообщает Financial Times. А один из иранских дипломатов заявил The Wall Street Journal, что ответ Тегерана будет, цитирую, «быстрым и жестким». Меньше чем через неделю после ликвидации Хании в Иран прибыл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он встретился с президентом страны и начальником штаба армии. И хоть сам Шойгу сказал, что приехал развивать сотрудничество в сфере экономики и транспорта, настоящая цель переговоров – поставки Тегерану российского вооружения, считают аналитики. Умиротворение Тегерана не в интересах Российской Федерации. Они подталкивают иранцев к иррациональным и нелогичным шагам, которые вредят самим иранцам. Но они играют на страхах. Они говорят, что у вас и так внутриполитическая ситуация в самом Иране очень шаткая. У вас половина населения, ну мягко говоря, не очень поддерживает режим. Война поможет вам сплотить население, война поможет вам остаться при власти. По информации The Wall Street Journal, Москва уже начала поставлять Тегерану радары и средства ПВО. Речь идет об оперативных ракетных комплексах «Искандер» и о комплексах радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», пишут израильские СМИ. Ни одного из этих видов вооружения и военной техники на вооружении Ирана нет. А это означает лишь одно, если Россия действительно перебросила в Иран «Искандер» и «Мурманск-БН», то только вместе с собственными военнослужащими. Из публикации Defense Express. То, что у Ирана есть проблема с ПВО, есть проблема с РЭПом, есть проблема с радиолокационными станциями, это точно. Если предположить, что они выпросили у русских то, чего им самим сейчас не хватает, то я думаю, русские с них взяли большие деньги. Помимо угрозы со стороны Ирана, Израиль также готовится к возможному нападению и со стороны другого союзника Тегерана – террористической группировки «Хизбава». Израильское издание «Вала» пишет, что службы безопасности Израиля уже подготовили к эксплуатации подземный бункер в Иерусалиме. Представитель Сахау Даниэль Хагари заявил, что Израиль готов отразить любую угрозу. Никита Скобликов для телеканала Freedom.